здравия желаю сейчас проведем эксперимент система вот это называется бтг по системе бтг иосиф сталин сейчас посмотрим как она работает запускал и так значит что на ней так значит колесо мотор колесо он за генератор он за генератор батарейка это для , катушки она берет только на старт катушка запиталась и ведет ток что мы делаем спускаем ток по этому проводу вот поэтому видите на мотор на щетке это вот вот это на щетке идет вот провод на щетке это запитывает катушку мотора так дальше реле чтобы разделить разделить напряжение и получать выигрыш запускаем сначала включаем реле включили реле значит показания на реле 10 секунд и 30 секунд то есть 1 к 3 запускаем он сейчас 19 20 сейчас запустится для запуска подключаем ну смотрим время подключаем вот пошло видите смотрим 24 вольта да 24 вольта выход вот сейчас выключим видите 17 вольт 16 вольт 15 вольт 14 вольт 13 13 11 10 он все выдает ток вот это анерсоид это анерсоид по системе 8 он выдает 7 то есть можно черпать еще 30 секунд 6 5 на 5 он опять пошел до 5 то есть смотрим еще раз 24 это вот он включенный раз выключен значит 19 он опускается до 5 видите вот такая система то есть вот отсюда вот с этих проводов можно брать ток это уже значит ток производит на выключенном видите вот 8 и 5 8 7 и 5 6 и 9 6 0 5 9 5 7 на 5 с половиной трата значит трата со щитка это 12 ну полная трата 12 ватт вот отсюда потому что он всего работает одну четвертую часть ну пока выключим разберем это выключим пока разберем значит к нему надо что еще к нему надо ну как я говорил АКБ и к той системе и к этой у меня все сейчас дело за АКБ АКБ я сейчас вот подумал вот эти негодятся от автомобилей они сразу просаживаются быстро у них там надо видите запустить этот запустить мотор сразу большую энергию так они сделаны а нужны тяговые в общем пару тяговых и можно запускать или эту систему эта система инерцевая это вообще встали ну там еще систему я показывал ТАССОЮЗ называется две системы в принципе готовы так и что значит мы получаем с этого давайте считать так ну что тут переставал так сейчас тут это на старой была так значит тут потребление 12 ватт потребление 12 ватт потребление 12 ватт у него потому что он работает 10 секунд работы 30 стоит значит его 12 ватт вот она схема значит мотор вот с катушек идет батарейка она запит колесо вот колесо и что у нас выходит значит когда 12 ватт тут если мы будем брать если не ставить реле оно это сколько возьмет столько и вернет сюда так как здесь будет батарея батарея здесь будет так а дальше я высчитал значит вот у нас еще раз пересчитаем это я на другом высчитывал на другой этой так значит как вы видели 19 ватт падает напряжение 19 вольт иначе потихоньку спадает до пяти с половиной значит плюс 5 и 5 2,4,5 делим на 2 12,25 округляем 12 дальше вычисляем затраты затраты вычисляем 220 разделим на 12 по напряжению по закону Ома сила только прямо пропорционально напряжению и обратно пропорционально сопротивление в общем то есть 18 раз в веке берем это 400 то есть выходная мощность этого 400 при напряжении вот этого вот я кручу 220 вольт 400 значит разделим на 18 33 получаем 21,8 округляем 22 ватта и вот у нас видите выходит в течение значит одна часть у нас выходит сюда она отдается это не будем считать здесь 12 вольт здесь значит 22 22 22 вот то есть три раза по 22 и того 66 66 вот а затратили 12 видите затратили 12 получается 66 делим на 12 66 разделим на 12 помножим на 100 550 процентов видите при такой схеме 550 процентов что тут надо на эту схему инвертор я показывал у меня есть тяговый один сюда поставить вместо сети тяговый инвертор вот этот выпрямитель так и на выход пусть он заряжается второй но тут видели что есть проблемка напряжение падает чтобы запитать этот самый батарею вот эту заряжать надо не меньше чтобы где-то 14 вольт было а у нас падает в конце до пяти с половиной то есть мы не можем как бы собирать для то есть нам еще нужно значит прибор такой называется это значит по как он называется прибор повышения напряжения постоянного тока то есть сюда на выход еще прибор ну такие в китае делают мощностью там на ватт на 200 на 300 можно такой заказать что это может 10 там это 5 долларов не более того то есть 2 АКБ вот тяговых мы запускаем и этот вариант и тот вариант уже последний я показывал у него значит выход 700 28 ватт то есть это то что я смог сделать на этой базе можно сделать и киловатт также на этой базе здесь надо конечно колесо как я показывал приварить то это все значит на честном слове то есть на такие напряжения то есть допустим 66 минус 12 это значит у нас будет 50 54 ватта то есть на такие напряжения 54 ватта для заряда батареи то есть вот вот эта схемка хватит ну это где-то на даче там ее применять а для квартиры вот лучше вот это вот союз хотя эту схему если ее сделать тоже по уму поставить даже можно поставить не такой мотор тут еще видите трата есть на эту батарею то есть сейчас минусуем ватт 10 то есть получается не 54 а где-то 40 40 выход минусуем вот это вот то что запитывается катушка трата а если приобрести высокоскоростной сюда высокоскоростной но также поставить колесо приварить но с магнитами с постоянными то не надо будет эта батарейка то есть эти эти траты тогда тоже уходят но надо высокоскоростной вот эти моторы хороши они дают инерцию а эта система как вы видите на инерции раз и второе на самой индукции которую он отдает в то время когда выключена некоторое время еще сама индукция идет несколько секунд дальше идет инерция вот на таких принципах он работает и плюс и плюс он работает значит на то что ток возвращается на возврате тока то есть система рабочая система рабочая как видите проверка показала это можно еще пару раз проверить то есть надо к этой системе три вещи два тяговых АКБ помощнее лучи на две тысячи есть я видел в Китае недорогие на две тысячи ампер здоровые такие поставили один и второй один на вход второй на выход и потом они работ допустим он почему большой да потому что он проработает допустим если малый можно допустим как этот это через каждые где-то два-три часа надо будет менять батарейки там надо ставить еще реле то есть усложнять и усложнять систему зачем это а проще здоровое купил поставил допустим он сутки проработал а то и больше ну сутки пускай через сутки поменял батарейки и продолжается дальше понимаете больше то ничего не надо значит повышающие значит повышающим устройство которое делает значит выход его поставить на 14 на 14,5 вольт чтобы постоянно заряжала и она берет любое напряжение 5 вольт 7 вольт как у меня тут снижается 10 вольт начинается с 19 до 5,5 она все это берет все подбирает все убирает а так если сделать без этой понижайки то получится что она только будет заряжать где-то до 13 то есть не все 30 секунд будет заряжать а секунд 10 две трети останется и у него ТКПД будет меньше 100 вот что я хотел сегодня сказать так так